Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня разберем стих 4 Псалма 66 на библейском портале Экзегет. Итак, этот стих в Славянской Библии звучит таким образом. Вот такой вот необычный стих, который, впрочем, кажется каждому из нас обычным, дорогие братья и сестры, потому что каждому человеку и выцерковленному, и невыцерковленному знакомо слово «исповедаться». «исповедь», «исповедальный», «грех исповеданный» либо «неисповеданный». Вот целая такая большая-большая группа слов возникают вот на одном поле одной семантики. И, конечно же, семантика понятна, значение понятно. «Покаяние». «Исповедаться» — это покаяться, это раскаяться, это быть участником талинства «исповеди». И тогда стих кажется нам совершенно понятным. Разумеется, смысл является и возвышенным, и благочестивым, и разумным. Надо, чтобы все люди перед Богом раскаялись, Богу исповедовались. Однако даже, когда я его сейчас говорю, у кого-то, возможно, возникают мысли. Но точно ли всегда исповедаться исповедь и исповедание — это всегда касается покаяния, раскаяния? Ведь даже в нашем современном русском языке есть такое слово, но тоже слово не новое, но и не очень старое выражение — «православное исповедание». Или по-другому — «исповедники». «Исповедники» или «я исповедую православную веру». И вот тут, как мы знаем, никакого смысла покаяльного, исповедального-то и нету. Как это православное исповедание? «Я открыто, а не тайно, публично придерживаюсь и практикую истинной православной веры». Вот так можно понимать. То же самое исповедники — это те, которые публично, не испугавшись, объявили себя христианами, хотя им угрожала расправа, им угрожала казнь, пытки и мучения. И тогда у нас возникает сомнение, а точно ли здесь, в этом стихе, в славянском переводе, имеется в виду, пускай народы пред тобою раскаются, или все гораздо сложнее и неоднозначнее. И раз возникает у читателя сомнение, впоро обратиться к другим переводам этого стиха. Но кто не знает языка еврейского или греческого, можно обратиться к переводам другим этого же стиха, а переводов у нас в России на русском языке хоть не очень там и много — это минус, но и не очень-то мало — это плюс. Итак, как этот стих переводится в других переводах? Вот, например, перевод РБО. «Да восхвалят народы Тебя, Божие». «Все народы да восхвалят Тебя». Дальше, перевод Мира Левинова. «Народы признают Тебя, Божие». «Признают все народы». Видите, «восхвалят», «признают». И даже перевод синодальный, который, в принципе, очень старается всегда быть близким к славянскому тексту, все равно выбирает глагол не покаяльного значения, а в смысле «восхвалят Тебя народы». «Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все». Хвала, публичное признание, исповедание как выражение такое гласное, не скрытое своей веры, своего упования. Вот тогда, когда мы к этим переводам прощаемся, мы находим смысл изначального еврейского текста, той самой буквы, которая, возможно, принадлежит аж царю и пророку Давиду. И видите, вот возникает еще раз такая проблема, проблема условной понятности славянского текста. Да, славянский язык условно понятен, но в этом его главная проблема, потому что то, в чем мы видим понятность, очень часто мы ошибочно воспринимаем смысл слов славянских, наполняя их современным русским содержанием. И смысл этого стиха безвозвратно портится, искажается и делается нечитаемым и непонятным. Греческое слово «экзомо логеумай» имеет такое же, как еврейское значение, открыто исповедовать, выражать, восхищаться, прославлять. И в древности, когда переводчики переводили этот текст на славянский язык, это был, может быть, век восьмой, а может быть, век девятый, а может быть, позднее, и разные были редакции. В их языке славянском исповедотися, исповедь, оно имело другое, чем у нас, значение. Оно имело значение прославить, рассказать о своей вере кому-то. И лишь со временем, уже вот ближе к нашему времени, смысл этого слова «исповедотися» приобретает в основном покаяльное значение. Для каждого из нас это, пускай, будет маленьким уроком, уроком того, что наша вера, безусловно, должна иметь в себе элемент покаяния и раскаяния, и беспокоения никуда. Мы верующие, потому что мы однажды раскаялись в своей прежней жизни, в своих прежних делах. Но все-таки православное исповедание – это не когда мы постоянно каемся, исповедуемся, переживаем свою греховность, в себе чего-то выискиваем, и это вот несем священнюку на блюдце. Вот я хочу еще и в этом раскаяться. Православное исповедание веры – это когда мы открыто выражаем в своих делах, в своих стихах, в своих песнях, в своем творчестве, в своей проповеди, в своей жизни свою православную веру. И это выражение, как мы поняли, обращаясь к языку греческому и еврейскому, в себе имеет элемент радости. Когда мы кого-то прославляем, разумеется, наши морщины разглаживаются, мы улыбаемся, нам приятно это делать. Дорогие братья и сестры, православная вера, христианство – это есть религия, дающая радость, наслаждение, потому что это есть истинная пища, истинное питье, истинная философия, настоящий надежный путь жизни. Идя по нему, невозможно не испытывать радость и ликование. Дорогие братья и сестры, стих 4 Псалма 66 разобрали, нашим помощником был библийский портал Экзегет. Спасибо за внимание, всего хорошего, с приветом из Петербурга, не болейте.